Совет министров СССР Государственный комитет по чрезвычайному положению Государственный военно-политический орган особого совещания с расширенными полномочиями Специальная комиссия особого совещания при Кабинете министров СССР «Постановление о неправомерности и непризнании юридического факта правопродолжательства и правоприемственности иностранной торговой компании в кавычках Российская Федерация Россия в отношении великой страны-суверена СССР Номер СУР 021 от 8 июля 2024 года Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР как высший орган государственной власти СССР выражает свою признательность и почтение всему великому единому суверенному советскому народу великой страны-суверена Союза Советских Социалистических Республик и всему мировому сообществу настоящим заключительным суверенным правовым актом провозглашает Первый съезд граждан Союза Советских Социалистических Республик который состоялся 29-30 декабря 1991 года в количестве 874 делегатов РСФСР – 368 делегатов Украинской ССР – 186 делегатов Белорусской ССР – 94 делегата Казахской ССР – 57 делегатов Армянской ССР – 31 делегат Молдавской ССР – 30 делегатов Узбекской ССР – 24 делегата Таджикской ССР – 16 делегатов Киргизской ССР – 14 делегатов Азербайджанская ССР – 12 делегатов Латвийской ССР – 10 делегатов Грузинской ССР – 9 делегатов Литовской ССР – 9 делегатов Туркменской ССР – 8 делегатов Эстонской ССР – 6 делегатов 386 делегатов Верховного Совета СССР 264 делегата Верховных Советов Союзных Республик 149 делегатов областных, городских и районных советов 57 делегатов поселковых и сельских советов 7 делегатов от силовых структур СССР Выражая волю великого суверенного советского народа о сохранении СССР, выраженную на референдуме 17 марта 1991 года, учитывая сложную обстановку в СССР и нарушение Конституции СССР от 7 октября 1977 года, в постановлении номер 1 от 30 декабря 1991 года не признал подписания Беловежских соглашений. Своим решением в связи с переводом производительных сил РСФСР на новые экономические условия Первый съезд граждан СССР передал всю полноту власти законодательной, исполнительной и судебной, Военно-народному совету СССР, ВНС СССР в лице председателя и основателя ВНС СССР товарища Дмитрия Петровича Легкоступова, Бурдина. Мандат номер 1 дробь 1 от 30 декабря 1991 года был выдан Военно-народному совету СССР, являющемуся общенародной военной организацией, служащей интересам народа и родины, в том, что Военно-народный совет СССР является единственным полноправным преемником законодательной, исполнительной, судебной и финансовой власти на всей суверенной территории великой страны-суверена Союза Советских Социалистических Республик. На основании правового анализа Чрезвычайного Конституционного Комитета СССР как государственного органа юстиции, который разъясняет и дает правовую оценку событиям, которые привели к попытке разрушения Советского Союза изнутри, руками внутренних перерожденцев и предателей, породивших неправовую систему, имитирующую государственные органы власти, создавших условия для деградации властных структур, свершивших антиконституционный переворот в СССР, Государственный Комитет по чрезвычайному положению Союза Советских Социалистических Республик как высший орган государственной власти СССР заявляет. Раздел 1.1. На проходящем с 25 мая по 9 июня 1989 года Первом съезде народных депутатов СССР было принято постановление номер 7 Дефис 1 в кавычках «О председателе Верховного Совета СССР», «Ведомости СНД» и «ВС СССР» 1989, номер 1, страница 7. В отношении Горбачева Михаила Сергеевича, которое было подписано 25 мая 1989 года неполномочным на тот момент лицом Лукьяновым АИ, который получил на такие действия полномочия от съезда только 29 мая 1989 года, вследствие чего, в кавычках, «Ведомости Съезда народных депутатов СССР» и Верховного Совета СССР погасили свои права печатного официального издания, публикующего и обнародующего государственные законодательные акты. А все любые законы, постановления и акты СССР, опубликованные и обнародованные после этого факта в данном издании, стали заведомо недействительными, ничтожными и не вступившими в правовую силу. Данные преступные деяния привели к таким последствиям, что мандаты выбранных народных депутатов СССР оказались выданными незаконно, и их полномочия были недостоверенными и неподтвержденными. Сам съезд народных депутатов СССР оказался неуполномоченным действовать и принимать законодательные акты СССР. Это свидетельствует о том, что на Первом съезде народных депутатов СССР была образована директория из двух участников Горбачева и Лукьянова, которая с 1990 года становится на встречном балансе для ликвидации и подтверждения юридического факта о нелегитимности съезда народных депутатов СССР, объявленного от имени ЦК КПСС на суверенной территории СССР. 1.2. 5 февраля 1990 года состоялся расширенный пленум ЦК КПСС, на котором Горбачев заявил о необходимости введения поста президента СССР с одновременной отменой шестой статьи Конституции СССР, в кавычках «о руководящей роли КПСС и установлении многопартийной системы в СССР». По решению пленума ЦК КПСС 12-15 марта 1990 года, на третьем внеочередном съезде народных депутатов СССР, без всенародного голосования был внесен на утверждение проект закона СССР об изменениях и дополнениях в Конституцию СССР от 1977 года по вопросам политической системы в СССР, а 14 марта 1990 года, применив правовой мошеннический подлог, был незаконно принят закон в кавычках «об учреждении поста президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию СССР». ЦК КПСС, как держатель 18,5% в общем и неделимом достоянии СССР, таким образом делегировал все свои права держателя, как единственная компартия в СССР, подложному президенту СССР, как доверительному собственнику и управляющему от имени суверенного советского народа. 1.3. ГКЧП СССР, как чрезвычайный военно-политический орган СССР, как законный и полномочный суверенный держатель в общем и неделимом достоянии СССР, указывает настоящим суверенным актом на то, что учреждение поста подложного президента СССР, а равно как действие или бездействие съезда и народных депутатов СССР, являются незаконными, нелегитимными, неконституционными и ставят народных депутатов СССР в положение вне закона, а их последующие решения и акты СССР делают недействительными и ничтожными, что является законным основанием для введения в действие чрезвычайного законодательства СССР военного времени, проведения внеочередных общесоюзных выборов депутатов всех уровней, назначения референдума СССР о сохранении СССР и переходу всей полноты власти на переходный период к ГКЧП СССР, как чрезвычайному военно-политическому органу СССР, а также закреплению Конституции СССР от 1977 года и восстановлению действия народовластия как основной политической конструкции СССР от 1936 года. 1.4 По инициативе ЦК КПСС была проведена новация изменения Конституции СССР в редакции от 14 марта 1990 года, которые были аннулированы и де юро не вступили в силу в связи с нарушением действующего законодательства СССР, а Конституция СССР от 1977 года, принятая взамен Конституции СССР от 1936 года, была нарушена и не исполнена ЦК КПСС и поставила советские активы, авуары и права под сомнение, изъятие, конфискацию и экспроприацию в пользу общенародной социалистической собственности и суверенных граждан СССР по закону о гражданстве СССР от 1938 года. «Незаконное введение поста подложного президента СССР явилось преступным и недействительным актом, так как требует проведения всесоюзного референдума СССР. С этого момента все действия Горбачева или лица от имени подложного президента СССР являются недействительными и не имеющими юридической и иной силы, а также не подлежат правоприменению, если они противоречат действующему суверенному законодательству СССР и интересам граждан СССР». 1.5. 14 марта 1990 года Съезд народных депутатов СССР, принявший закон СССР номер 1360 Дефис-1 в кавычках «об учреждении поста подложного президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию СССР, основной закон, поставил депутатов вне закона в связи с тем, что в Конституцию СССР вносятся нормы об избрании подложного президента СССР всенародно. А в законе не имеющего верховенства над Конституцией СССР по нормам незаконных изменений самой Конституции СССР и по правилам верховенства права остается положение о том, что первый президент в порядке исключения избирается съездом СССР, так как данное исключение в текст изменений Конституции СССР не было включено. И потому их исключение в законе вошло в противоречие с основным законом СССР, то есть стало неподлежащим правоприменению как нарушающей нормы Конституции СССР основного закона от 1977 года. Первая часть закона СССР номер 1360-1 в кавычках об учреждении поста президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию основной закон СССР вступила в силу и внесена в Конституцию СССР, а вторая часть вступила в противоречие с Конституцией СССР, стала ничтожна и правоприменению не подлежит. 1.6. Сфабрикованное учреждение поста подложного президента СССР является особо тяжким уголовным и государственным преступлением, изменой родине лиц, действующих по предварительному сговору между собой и нерезидентами СССР с целью узурпации власти как попытка присвоения и расхищения социалистического народного достояния активов, авуаров, аннуитетов СССР, наследства предков, имущества и любых иных прав СССР, его суверенных граждан и их потомков за пределами государственных границ СССР за 7532 года с момента заключения мира в Звездном Храме. А все подписанные депутатами СССР и подложным президентом СССР документы договора, акты, указы, обстоятельства и принятые от имени подложного президента СССР решения, если только они не приняты на защиту и охрану советских прав и социалистической законности, являются заведомо ничтожными с момента их принятия. 1.7. Законы СССР в кавычках «об учреждении поста подложного президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию СССР основной закон» от 14 мая 1990 года внесены в свод законов СССР «о законы СССР в кавычках о защите чести и достоинства президента СССР и постановления Верховного Совета СССР от 21 мая 1990 года в кавычках «о порядке применения и введения в действие законы СССР в кавычках о защите чести и достоинства президента СССР» содержат отсылку как не вступившее в силу или утратившее силу действия и правоприменения. С 14 марта 1990 года законодательные акты, указы и постановления подложного президента СССР и его кабинета министров носят характер коммерческих постановлений. При этом имущество, права, титулы, личная собственность суверенных граждан СССР, являются неприкосновенными. 1.8. С 14 марта 1990 года съездом народных депутатов СССР было провозглашено, что вся общая и неделимая собственность и достояние СССР вошло в состав имущества доверительного управления подложного президента СССР и его кабинета министров СССР в полном объеме, отвечающих по международному праву и применимому законодательству СССР за его возврат, без обременений и выплату ежегодных доходов и аннуитетов суверенным гражданам СССР. Но законодательно такие действия введение и собственных третьих лиц и иных субъектов права не переходило и к переходу по международному праву запрещена и исключена. 1.9. Девятое управление Комитета государственной безопасности СССР и специальный орган юстиции при КГБ СССР заявил, что если в 1991 году Конституция СССР основной закон в редакции 14 марта 1990 года не будет аннулирована, то вся полнота государственной власти и все органы управления СССР на особый период переходит к Совету обороны СССР и Чрезвычайному комитету СССР. А на всей суверенной территории СССР вводится в действие чрезвычайное законодательство СССР военного времени. Следовательно, в таких условиях мандаты народных депутатов СССР всех уровней до окончания особого чрезвычайного периода приостанавливаются. А полномочия, права, правомочия и полномочия КПСС как руководящие и направляющие силы бесповоротно прекращаются, утрачиваются и аннулируются вследствие их фактического саботажа социалистической законности и конституционного суверенного строя в СССР, направленного на насильственное изменение Конституции СССР основной закон от 1977 года и присвоение общенародной собственности. А также потребовало ЦК КПСС и Горбачева добровольно в 1991 году идти в отставку или заявить о том, что в случае наступления чрезвычайного положения в СССР или начале особого периода полномочия подложного президента СССР приостанавливаются с одновременной передачей их в исключительное ведение специального конституционного комитета КГБ СССР. Решения, договоры, соглашения и иные акты, подписанные подложным президентом СССР без права на сальваторскую оговорку, с этого момента не имеют юридической силы, правового действия и правоприменения с момента подписания и не подлежат ратификации. 1.10. 3 апреля 1990 года был принят закон СССР номер 1409, дефис 1, в кавычках «О порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из СССР, вошедшего в свод законов СССР, установившего порядок решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из СССР в соответствии со статьей 72 Конституции СССР, основной закон. Установил обязательный переходный период 5 лет, проведение обязательного и окончательного референдума, полное исполнение которого подтверждает выход сецессию Союзной Республики из состава СССР, который должен проводиться тайным голосованием не ранее, чем через 6 и не позднее, чем через 9 месяцев после принятия решения о постановке вопроса о выходе Союзной Республики из СССР. Любые действия, связанные с постановкой вопроса о выходе Союзной Республики из СССР и противоречащие данному закону СССР, предпринятые как до, так и после введения его в действие, не порождают никаких юридических последствий для СССР, а также для Союзных Республик СССР. Верховным Советом Союзных Республик СССР требуется привести законодательство Союзных Республик СССР в соответствии с законом СССР в кавычках «о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из СССР». 1.11. 3 апреля 1990 года был принят закон СССР номер 1407-1 в кавычках «о правовом режиме чрезвычайного положения», чтобы реализацию итогов и результатов будущего всесоюзного референдума в кавычках «о сохранении СССР», вручить Государственному Комитету по чрезвычайному положению СССР, ГКЧП СССР, как чрезвычайному государственному политическому органу, обязанного осуществить реализацию итогов всесоюзного референдума в кавычках «о сохранению суверенной и неделимой территории СССР», в соответствии с которым лица в кавычках «владеющие республиканским гражданством Союзной Республики СССР», несут по законодательству СССР уголовную ответственность за умоление, препятствия, лишения, отказ в проведении референдума, изменения вопросов или дополнения к ним за несоздание Центральных Республиканских комиссий по проведению всесоюзного референдума, за необразование округов, неформирование окружных и участковых комиссий, за неосуществление других мер, гарантирующих суверенным гражданам СССР возможность участия во всесоюзном всенародном голосовании, ответственных за проведение республиканских референдумов, вступающих в противоречие с результатами и итогами всесоюзного референдума о сохранении СССР, где воля изъявления суверенного гражданина СССР имеет преимущество над актами и действиями лица, владеющего в кавычках республиканским гражданством Союзной Республики СССР, таких как несуществующих в кавычках граждан РСФСР в бывшей иностранной торговой компании в кавычках Российская Федерация Россия, в настоящее время государственном советском кооперативном предприятии Российская Федерация Россия. 1.12 Союзные республики или автономии СССР теряют свой статус и положение по Конституции СССР от 1977 года и ее последующих редакциях в исключительную пользу чрезвычайного суверенного законодательства СССР и суверенных граждан СССР. В кавычках «республиканские гражданства союзных республик СССР прекращаются в пользу союзного гражданства СССР». Асфальсифицированные, незаконно провозглашенные, ничтожные суверенитеты союзных республик и автономии СССР на провозглашение независимости от СССР не могут свидетельствовать, подтверждать или провозглашать о начале процесса утверждения независимой подложной государственности. Фальшивых суверенитетов таких союзных республик или автономии СССР и своими действиями перешедших в положении мятежных территорий СССР. 1.13 9 апреля 1990 года был принят закон СССР номер 1417 Дефис 1 в кавычках об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР, вошедшего в свод законов СССР, по которому местное, территориальное самоуправление в СССР это самоорганизация граждан для решения непосредственно или через избираемые ими органы всех вопросов местного значения, исходя из интересов населения и особенностей административно-территориальных единиц на основе суверенных законов СССР и соответствующей материальной и финансовой базы. А 10 апреля 1990 года был принят закон СССР номер 1421 Дефис 1 в кавычках об основах экономических отношений Союза СССР, союзных и автономных республик СССР, как определяющие основы экономических отношений в СССР, союзных и автономных республик СССР. Верховному суду СССР и государственному арбитражу СССР надлежало в 6-месячный срок представить в Верховный Совет СССР предложение о внесении в законодательство СССР изменений в связи с расширением названным законом полномочий Верховного суда СССР и государственного арбитража СССР. Советы министров СССР, союзных республик и автономии СССР были обязаны к 1 января 1991 года привести в соответствие с положениями настоящего закона свои законы и нормативные акты, иначе они становятся недействительными для применения. Раздел 2.1. В связи с принятием нелегитимной в кавычках декларации о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года с последующим провозглашением Российской Социалистической Федеративной Советской Республики РСФСР от 1925 года и Российской Советской Федеративной Социалистической Республики РСФСР от 1978 года в правовой системе бывшей иностранной торговой компании Российской Федерации Россия в настоящее время Советского Государственного Кооперативного Предприятия Российской Федерации Россия были зарегистрированы все законодательства СССР и РСФСР В таких юридических обстоятельствах все союзные республики Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик незаконно провозгласившая независимость и ничтожный суверенитет от СССР были зарегистрированы как корпоративные трасты в учетах и реестрах в округе Колумбия США и в кавычках Закону народов в кавычках Just Civil Just Honorarium и в кавычках Just Gentium по единому торговому кодексу УССР по которому Государственный банк РСФСР был в международных учетах незаконно перерегистрирован как частная торговая компания 2.2 Именно с 12 июня 1990 года после принятия в кавычках Декларация о государственном суверенитете РСФСР Ельцин всех суверенных граждан СССР которые согласились перейти под лживый ничтожный суверенитет РСФСР перевел физические лица и под юрисдикцию коммерческого британского суда как торговые корпорации коммерческого флота в Карибском море с портом приписки судов в Пуэрто-Рико как зависимая от США территория со статусом в кавычках неинкорпорированной организованной территории которые не входят в состав какой-либо административной единице соответствующего уровня обычно самого низкого например общины поселения коммуны муниципалитета и так далее 2.3 председатель Верховного Совета РСФСР Ельцин в отношении незаконной в кавычках декларации о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года заявил органам следствия СССР что он по проведенному медицинскому освидетельствованию не подлежит привлечению к уголовной ответственности а подложная декларация не имеет силы и не затрагивает суверенитеты и права СССР и союзных республик СССР а также была незаконно принята народными депутатами РСФСР как акт возвращения из эмиграции репрессированных от 1938 года и что эта подложная декларация выпущена чтобы проверить душевное и психическое здоровье и правосознание суверенных советских граждан СССР которые признают действия Российской империи и без кворума учредительного собрания не предадут ли они СССР и станут предателями изменниками преступниками и коллаборационистами и не перейдут ли они в юрисдикцию гражданства и ведение самопровозглашенного президента РСФСР как РДФР чтобы тем самым выставить народных депутатов РСФСР их съезды и советы их акты и законы не существующими и не вступившими в силу а их мандаты тогда подлежат к прекращению изъятию и передаче органам следствия КГБ СССР за государственную измену и военное преступление против суверенного народа СССР и великой страны победителя изменивший присяги СССР гражданин СССР Ельцин стал претендовать на государственную награду СССР за выявление скрытых предателей и изменников и заявил что данная ничтожная декларация по международному праву подлежит аннулированию налификации по прошествии десяти лет как срока приобретательной давности в 2000 году именно к завершению этого срока Ельцин сложил с себя полномочия как никогда не бывшим так называемым президентом РСФСР 2.4 все народные депутаты с 12 июня 1990 года соблюдая нормы советского суверенного законодательства обязаны были заявить протест на противоправные действия Ельцина вынести и принять постановление об аннулировании подложной в кавычках декларации о государственном суверенитете РСФСР как акт реставрации власти РДФР на суверенной территории СССР и заявить о невступлении ее в силу и отсутствии правоприменения в СССР а равно как и иных подложных деклараций о государственном суверенитете и независимости других союзных республик и автономии СССР что их действия или бездействия привели к аннулированию их депутатских мандатов и полномочий с переходом их прав ГКЧП СССР который должен быть образован в течение одного года как чрезвычайный военно-административный орган СССР находящийся на то время в подчинении 9-го управления КГБ СССР как орган ставки верховного главнокомандующего на особый период или период чрезвычайного положения на всей суверенной территории СССР до образования государственного военного Народного Совета СССР которому переходит вся полнота государственной власти и управления Народные депутаты РСФСР верные присяги СССР голосовавшие против принятия подложной в кавычках Декларации о государственном суверенитете РСФСР добровольно и добросовестно вручили свои мандаты доверия ГКЧП СССР как чрезвычайному военно-политическому органу СССР и перешли под его законную юрисдикцию и под его приказы с 19 августа 1991 года 2.5 7 февраля 1991 года Верховный Совет РСФСР принял постановление ВС РСФСР от 7.2.1991 года номер 581 Дефис 1 в кавычках о мерах по обеспечению проведения референдума СССР и референдума РСФСР 17 марта 1991 года по которому решил провести одновременно с референдумом СССР и республиканский референдум РСФСР о введении поста подложного президента РСФСР в связи с чем Верховный Совет РСФСР поставил народных депутатов РСФСР в нелегитимное и в неправовое положение влекущее к его распуску и привлечению выборных лиц РСФСР к уголовной ответственности так как введение поста подложного президента РСФСР не является предметом ведения РСФСР по конституции РСФСР от 1978 года Верховный Совет РСФСР и народные депутаты РСФСР попрали и грубо нарушили закон РСФСР от 16 октября 1990 года номер 241 дефис 1 в кавычках о референдуме РСФСР после чего проведение повторного референдума о сохранении СССР до 2022 года являлась 2010 года обязательным в иностранной торговой компании в кавычках Российская Федерация Россия подтверждающегося в государственной регистрации за номером Р-910-0057 от 5-10-2010 года Раздел 3 3.1 17 марта 1991 года был проведен всесоюзный референдум СССР в кавычках о сохранении СССР Из 185,6 миллионов 80% граждан СССР с правом голоса приняли участие 148,5 миллионов 79,5% Из них 113,5 миллионов 76,43% ответив в кавычках «да» высказались за сохранение обновленного СССР Решения и результаты референдума согласно закону СССР от 27.12.1990 года в кавычках о всенародном голосовании референдуме СССР являются окончательными, имеют обязательную силу на всей суверенной территории СССР и могут быть отменены или изменены только путем нового всесоюзного референдума на всей суверенной территории СССР Суверенные граждане СССР выразили свою волю 17 марта 1991 года на всесоюзном референдуме в СССР в кавычках «о сохранении СССР», после чего социалистический строй общенародной собственности в СССР означал, что государственное по форме управления имущество СССР, имущество коммунистической партии и иных общественных организаций и тому подобное принадлежит всем суверенным гражданам СССР, как их общее совместное имущество. Изменение строя владения таким имуществом преступно и недопустимо. Владение и распоряжение им противозаконно и противоправно, без согласия суверенных граждан СССР, как его совладельцев или вопреки их суверенной воле. 3.2. 21 марта 1991 года Государственным Советом СССР по рекомендации КГБ СССР был создан Государственный исполнительный орган с чрезвычайными полномочиями Государственный комитет СССР по чрезвычайному положению, ГКЧП СССР, который начал свою работу в закрытом режиме по подготовке введения особого периода в СССР, как легитимный и законный орган власти управления на всей суверенной территории СССР. Для реализации волеизъявления граждан СССР и итогов Всесоюзного референдума СССР, который является высшим органом государственной власти СССР, взамен нелегитимного президента СССР и так называемых президентов союзных республик СССР, Совета Федерации и иных неполномочных органов, как орган, объявляющий о чрезвычайном положении, войне или начале особого периода, вводящего в действие чрезвычайное законодательство СССР военного времени. Когда все действия или бездействия лица от имени подложного президента СССР и иных лиц являются недействительными и не имеющими юридической силы и правоприменения, как законы или нормативные акты, если они умоляют или нарушают суверенные права и законные интересы граждан СССР. Раздел 4.4.1. 5 апреля 1991 года на внеочередном Третьем съезде народных депутатов РСФСР было принято ничтожное постановление номер 1017 Дефис-1 в кавычках о союзе суверенных республик, о новом союзном договоре и порядке его подписания, которое не было опубликовано и не получило государственной регистрации как действующего нормативного акта, принятые как в кавычках «суверенная воля народов СССР», выраженная в итогах Всесоюзного референдума о сохранении СССР. И была обозначена решимость РСФСР, де факто и де юре, подписать договор о союзе суверенных республик, как новый союзный договор, как мирный договор с подложной РСФСР, как РДФР, как акт капитуляции РСФСР, на что компетентные органы КГБ СССР указали, что мандаты, полномочия и правомочия народных депутатов РСФСР, голосовавших за принятие подложной в кавычках «Декларации о государственном суверенитете РСФСР» от 12 июня 1990 года, являются отозванными и приостановленными в судебном порядке за нарушение суверенной Конституции СССР основного закона от 1977 года и действующего советского суверенного законодательства СССР, потому что голосование проходило за реставрацию и возобновление действий РСФСР, как будущий по преступному сговору группой высших партийных лиц, в кавычках «Российской Федерации», которые тем самым совершили уголовное преступление, перешли на службу и работу в иностранное государство. 4.2. 27 июня 1991 года председатель Верховного Совета РСФСР принял антиконституционный закон номер 1494-1 в кавычках «о вступлении в должность президента РСФСР», подтверждающегося в государственной регистрации за номером Р-199-100-335 от 27.06.1991 года как недействующего нормативного акта, после чего вступление в должность подложного президента РСФСР стало недействительным, сфальсифицированным и ничтожным актом. С 3 июля 1991 года введение поста подложного президента РСФСР является заведомо незаконным, неправовым, нелегитимным, недействительным и ничтожным актом и действием, так как вопрос о введении поста президента РСФСР не являлся предметом введения РСФСР. И по статье 75 Конституции СССР, основной закон от 1977 года, находится в исключительном введении органов Главного управления контрразведки СССР СМЕРШ, военного трибунала и органов юстиции СССР, который не направлен на исполнение волеизъявления граждан СССР и исполнение результатов и итогов Всенародного общесоюзного референдума СССР в кавычках «о сохранении СССР» от 17 марта 1991 года. 3 июля 1991 года Верховный Совет РСФСР за передачу власти подложному президенту бывшей иностранной торговой компании в кавычках «Российской Федерации России», как не имеющему прав, полномочий и правомочий в РСФСР на суверенной территории СССР, был признан как экспериментальный продолжатель 2-го учредительного собрания от 1932 года с попыткой реабилитации репрессий и только. Раздел 5. 5.1. 18 августа 1991 года Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР сделал заявление, по которому вводилось чрезвычайное положение по статье 127.3 Конституции СССР и статьей 2-й Закона СССР в кавычках «О правовом режиме чрезвычайного положения на срок 6 месяцев с 4 часов по московскому времени 19 августа 1991 года» и установил, что на всей территории СССР безусловное верховенство имеют Конституция СССР основной закона 1977 года и суверенные законы СССР, но которое совпало с действиями иностранных спецслужб по ограничению и блокировке Горбачева и было использовано мятежным правительством РСФСР для антиконституционного захвата власти в СССР. 5.2. 18 августа 1991 года Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР сделал обращение, в кавычках, «к советскому народу», в котором заявил, что экстремистские силы, которые взяли курс на ликвидацию Советского Союза, «развал государства» и «захват власти любой ценой». 5.3. 18 августа 1991 года Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР выпустил постановление, по которому режим чрезвычайного положения распространился на всю страну. Было введено в действие законодательство СССР военного времени и объявлено о начале особого периода на всей суверенной территории СССР. 5.4. 19 августа 1991 года государственный преступник Ельцин совершил попытку государственного переворота путем выпуска незаконного указа номер 59, в кавычках, «об антиконституционных действиях Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР и принимаемых в связи с этим мерах о квалификации этих действий как государственный переворот, который остался неопубликованным и не имеющим правовой силы». Получил регистрационный номер Р-199-1440 от 16.08.1991 года. Сфальсифицированное постановление Совета министров РСФСР от 19 августа 1991 года за номером 435 в кавычках «о незаконном введении чрезвычайного положения» осталось неопубликованным и ненормативным в РСФСР. Но с помощью взлома системы ГИС незаконно получило регистрацию в информационной системе только в 2010 году под номером Р-910-05-52, как якобы действующего с 5.10.2010 года в бывшей иностранной торговой компании в кавычках «Российская Федерация Россия». 5.5 19 августа 1991 года был издан антиконституционный ничтожный указ самоназванного президента РСФСР номер 61 о якобы антиконституционных действиях Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР и принимаемых в связи с этим мерах о переходе в сложившейся чрезвычайной ситуации исполнительной власти СССР в непосредственное подчинение якобы избранного народом всего лишь одной советской республикой лжепрезидента РСФСР, который не получил официального опубликования и стал ненормативным, ничтожным, неправомерным, сфальсифицированным актом, зарегистрированный за номером номер дефис Р-199-100-556 от 19.8.1991 года Компетентные органы КГБ СССР заявили о возбуждении и уголовном преследовании всех лиц, аффилированных с Ельциным, как причастных и участвующих в попытке совершения государственного преступления в СССР. При этом Ельцин оказался неподсудным ввиду невменяемости, недееспособности и неправоспособности по медицинскому психиатрическому диагнозу, установленному и подтвержденному врачебной комиссии 4-го управления Минздрава СССР. В таких правовых обстоятельствах вся правовая система в РСФСР, а затем в иностранной торговой компании в кавычках «Российская Федерация Россия» с 12 июня 1990 года подлежит аннулированию и является ничтожной, как действующая незаконно и не подлежащая к применению. 5.6 С 19 августа 1991 года ГКЧП СССР как чрезвычайный военно-политический орган СССР бесповоротно, безусловно и бесспорно был признан законно действующим высшим органом государственной власти СССР на особый период, имеющий от законного правительства СССР неограниченное полномочие, которому перешли все права, полномочия, правомочия СССР, правительство СССР, всех законодательных, исполнительных, судебных, финансовых и иных органов СССР, решения и действия которого имеют полную юридическую силу, применимы, легитимны, законны и подлежат немедленному и неукоснительному исполнению на всей суверенной территории СССР, всеми лицами, находящимися в пределах административных границ образований СССР, на всей суверенной территории СССР, в пределах суверенных государственных границ СССР и в заморских владениях суверенных территориях СССР. 5.7. С 19 августа 1991 года Генеральный штаб ВСССР убыл на запасной командный пункт и получил рассредоточение по всему миру. Министерство обороны СССР получило функции коменданта и батальона охраны комплекса зданий и дислокации Генерального штаба ВСССР в городе Москве и перешедшего на нормы и штаты военного времени, чтобы продолжать деятельность компетентных органов КГБ СССР, военного трибунала и военно-политических властей СССР на время особого периода. 5.8. С 19 по 23 августа 1991 года представители воссозданных так называемых властей торговой компании РСФСР захватили власть в СССР, образованного по Конституции СССР от 1936 года, как власть Советов Рабочих и Крестьянских Союзов, закрепивших основу социалистического строя на всей суверенной территории СССР и провозглашенного на всесоюзном референдуме в кавычках «о сохранении СССР» по Конституции СССР основной закон от 1977 года, тем самым совершив незаконный акт измены Родине и выступили как РОА, российская освободительная армия Вермахта, как пособники, военные союзники и сателлиты Третьего и Четвертого Германского рейха, как акт возобновления военных действий против СССР, чтобы захватить имущества, права, активы и авуары СССР, чтобы с иезуитами завладеть доходами и аннуитетами траста в кавычках «Новый мировой порядок» от 1943-2016 годов в размере не менее 809 секстиллионов, 600 квинтиллионов рублей золотом Государственного банка СССР и процентов по нему за 72 года по ставке Либор. 5.9. 27 августа 1991 года был издан противоправный указ подложного президента РСФСР номер 102 в кавычках о признании утратившими силу указов некоторых пунктов, отдельных указов о распоряжении президента РСФСР, принятых в период государственного переворота в СССР 19-21 августа. Отменяющий противоправные указы подложного президента РСФСР от 19 августа 1991 года номер 60 в кавычках о председателе Государственного комитета РСФСР по оборонным вопросам. Номер 61, номер 62, номер 64 в кавычках об управлении вооруженными силами СССР на территории РСФСР в условиях чрезвычайной ситуации. Номер 67 в кавычках о назначении министра обороны РСФСР. Номер 68 в кавычках о назначении главного военного начальника Ленинграда и Ленинградской области. Распоряжение номер 22 РП в кавычках об охране и пропускном режиме Дома Советов РСФСР от 20 августа 1991 года и номер 69 в кавычках о средствах массовой информации в РСФСР, как не получивших официального опубликования, который стал с 5-10-2010 года, как действующим в бывшей иностранной торговой компании в кавычках Российская Федерация Россия ненормативным актом в РСФСР, подтверждающегося в государственной регистрации за номером Р-199-1477 от 27-8-1991 года, тем самым официально признавая законные правовые действия ГКЧП СССР на всей суверенной территории СССР. Раздел 6.6.1. Административная территория РСФСР, как мятежная союзная республика СССР, захваченная иностранной торговой компанией в кавычках Российской Федерации Россия, так же, как и остальные союзные республики СССР, получила регистрацию как территориальный и санитарный округ, в котором больные, как ничтожные граждане образованных иностранных торговых компаний, находятся на принудительном психиатрическом излечении. Суверенная территория СССР не входит, не включается и не переходит в британскую юрисдикцию, согласно нормам международного права. 6.2. 12 декабря 1991 года Верховный Совет РСФСР принял постановление номер 2015-1, в кавычках, о денонсации договора об образовании СССР, которая не получила официального опубликования как действующего нормативного акта, подтверждающегося в государственной регистрации за номером Р-199-1980 от 12.12.1991 года, которая постановлениями Государственной Думы, бывшей торговой компанией Российской Федерации от 15 марта 1996 года номер 156-2 ГД и 10.04.1996 года номер 225-И ГД, было аннулировано, и тем самым была восстановлена советская власть в СССР и РСФСР. 6.3. 24 декабря 1991 года был обнарудован закон РСФСР от 25 декабря 1991 года номер 2094-1. Без проведения всенародного референдума, без постановления Верховного Совета РСФСР, после трехкратного отказа народных депутатов РСФСР изменить название РСФСР невыбранным и невыбранным вступившим в должность на пост лже-президента бывшей иностранной торговой компании, в кавычках, Российской Федерации России, был незаконно принят и подписан неполномочным на эти действия лицом сфальсифицированный закон РСФСР только от 25 декабря 1991 года номер 2094-1 в кавычках «об изменении наименования государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика», обнародован на один день раньше 24 декабря 1991 года, который является недействительным, не вступившим в силу и не имеющего правоприменения как открытый акт фальсификации, так как изменение наименования в кавычках «Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика», не является предметом ведения и регулирования органов власти и управления РСФСР как отдельной Советской Республикой СССР, который оказался неконституционным и не являющийся предметом ведения РСФСР в составе СССР. ГКЧП СССР как чрезвычайный военно-политический орган СССР в правоотношениях с бывшей иностранной торговой компанией в кавычках «Российская Федерация Россия» стал использовать резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций ООН номер 3314 в кавычках «Определение агрессии» от 14 декабря 1974 года для Международного правового определения акта агрессии против суверенной территории Великой Страны Суверена Союза Советских Социалистических Республик. 6.4. 26 декабря 1991 года издается противоправное в нарушении итогов всесоюзного референдума СССР «Ничтожная декларация Государственного Совета СССР номер 142Н» и «Распоряжение Совета Союза номер 141Н» в кавычках «О прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ, которое не имеет правоприменения, является непринятой и не вступившей в силу на основании того, что по законам военного времени деятельность Съезда и Верховного Совета СССР, включая мятежных на тот момент союзных республик СССР, временно приостанавливается, а мандаты депутатов Верховного Совета СССР, включая депутатов союзных республик СССР, считаются недействующими, когда права, полномочия и правомочия всех выборных органов власти СССР перешли в ведение чрезвычайного военно-политического, военно-территориального и военно-административного органа ГКЧП СССР. 26 декабря 1991 года Комитет Конституционного надзора СССР без решения о распуске или отставке его членов, изменив присяги СССР, добровольно прекратил свою деятельность при съезде народных депутатов СССР. 6.5. 27 декабря 1991 года Верховный Совет СССР принял постановление номер 3025-1 в кавычках о народных депутатах бывшего Союза Советских Социалистических Республик, которое и осталось неопубликованным и не имеющим юридической силы, как акт, прекращающий депутатскую деятельность народных депутатов СССР в иностранной торговой компании в кавычках «Российская Федерация Россия», запрещающий применять нормативные акты СССР и регулирующий деятельность народных депутатов СССР на суверенной территории великой страны суверена СССР, тем самым не ограничила правовую основу съезда народных депутатов СССР, проходившего в городе Москве с 27 по 30 декабря 1991 года, как суверенное учредительное собрание Первый съезд граждан СССР, положивший основы и учреждения Общенародной военной организации в кавычках «Военно-народного совета СССР», которая стала полноправным преемником законодательно-исполнительной судебной и финансовой власти на всей суверенной территории великой страны суверена Союза Советских Социалистических Республик. 6.6. 24 декабря 1991 года подложный президент бывшей иностранной торговой компании, в кавычках «Российская Федерация Россия» Ельцин, написал письмо, которым генеральный секретарь ООН был проинформирован о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено в кавычках «Российской Федерацией России», что является и было признано ничтожным, и до настоящего времени в статью 23 Устава ООН не внесены поправки и дополнения о том, что бывшая иностранная торговая компания в кавычках «Российская Федерация Россия» является членом ООН и в настоящий момент удостоверена и подтверждена, что государством, учредителем и постоянным членом Совета Безопасности ООН продолжает оставаться и является Союз Советских Социалистических Республик. После чего письмо подложного президента бывшей иностранной торговой компании в кавычках «Российская Федерация Россия» в ООН стало считаться заявлением Российской Демократической Федеративной Республики на прием в членство ООН, которое на момент составления и подписания настоящего постановления ГКЧП СССР в 2024 году не было рассмотрено и оставлено без удовлетворения. 6.7. 30 декабря 1991 года был принят Устав Общенародной военной организации в кавычках «Военно-народного совета» и в кавычках «Совета обороны Содружества СССР», утвержденный первым съездом граждан СССР, на котором было объявлено, что Ельцин, как доверительный управляющий вспомогательным трастом ЦК КПСС в РСФСР, незаконно заявился продолжателем СССР и заявил о возобновлении деятельности революционных военных советов взамен Конституции РСФСР от 1978 года, как вне конституционных органов на особый период взамен власти Советов, и стал действовать как военно-колониальная администрация по подложной регистрации суверенных граждан СССР в качестве римских рабов и для перевода социалистической собственности РСФСР под римский статут. На основании вышеизложенных фактов Государственный Комитет по чрезвычайному положению Союза Советских Социалистических Республик, как высший орган государственной власти СССР, по праву суверена, на основании норм международного права, провозглашающего неотъемлемые права всего великого, единого, суверенного советского народа, настоящим заключительным суверенным актом, постановляет, в соответствии с положениями действующего и применимого чрезвычайного законодательства СССР, бесспорно и безусловно признано, что с 25 декабря 1991 года и до окончания особого периода правомочия и полномочия ничтожного и подложного президента СССР и иных органов государственной власти СССР, а равно как союзных республик СССР, перешли в исключительное ведение ГКЧП СССР на основании постановления Военно-народного Совета СССР номер ПВК Дефис 035 от 24.04.2023 года, который был наделен всеми полномочными правами и функциями суверенной государственной власти Великой Страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик, на всей суверенной территории Великой Страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик и во всем мировом пространстве с возобновлением деятельности и работы основных значимых органов государственных и политических структур в СССР, государственных органов регионального и местного самоуправления, а также сформированных основных органов государственного управления в СССР. Передача прав и полномочий от подложного президента СССР к самопровозглашенному президенту РСФСР не считается и не является состоявшейся, так как к моменту их передачи Горбачев не обладал правами и полномочиями законного президента СССР. Переход прав от СССР к РСФСР не может признаваться состоявшимся или свершившимся юридическим фактом. Полномочия и права подложного президента РСФСР в отношении суверенной территории Великой Страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик, считаются невозникшими и неполученными в порядке правоприемства и правопродолжения. Настоящее постановление имеет статус абсолютного суверенного правового законодательного акта, не подлежит пересмотру и перерегистрации, обязательно к исполнению на всей суверенной территории Великой Страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик и за ее пределами, на заграницу, во всем мировом пространстве, согласно праву Суверена, суверенному законодательству СССР и международных норм права. В случае игнорирования любым субъектом права и любым субъектом настоящего постановления Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР, как высшего органа государственной власти Великой Страны Суверена, Союза Советских Социалистических Республик, данный субъект права признается преступным, относится к категории сепаратистов, экстремистов и международных террористов. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания. Председатель специальной комиссии особого совещания при кабинете министров СССР генерал армии Сатушиев. Комиссар ГКЧП СССР генерал-лейтенант Черноморов. Секретарь ГКЧП СССР генерал-майор Горбачева.